История собаки Ники заставляет прослезиться каждого. У девочки умер хозяин, и она осталась совершенно одна. Но беда не закончилась на этом. Нику, предположительно, сбивает машина. Задняя часть без движения. За девочку берутся местные волонтеры, и по совету Натальи они повезли собачку в клинику Рязани. Но люди перепутали, и Ника попала не в ту клинику. Лечение так такового девочка не получала несколько дней, и собаку из этой клиники пришлось забирать с полицией самой Натальей. Когда Ника попала уже в нужные руки наших врачей из доктора ВЕД, ей стали оказывать помощь. Осмотр, анализ, рентген. На рентгене врачи увидели пули. Девочку стреляли. После проведенных осмотров нас отправили на МРТ, чтобы исключить перелом позвоночника. И Ника едет в Москву. К счастью, позвоночник цел, но тазовая часть была раздроблена просто в щепки. Впереди ждала сложнейшая операция и реабилитация. Врачи Рязанской клиники подготовили нашу Нику к сложнейшей операции и привели ее успешно. У нашей девочки появился шанс жить полноценной жизнью. Врачи делали для этого все возможное. После операции Ника проходила долгую реабилитацию. А позже наша подписчица вызвалась стать самой заботливой мамой для нашей девочки. Ника едет в семью к Галине в город Рязань. В этой семье она продолжает восстанавливаться и учиться ходить заново. Галина делает для этого все. Ника получает должный уход, заботу и, конечно же, самую сильную любовь. Песчанка взяла. Ну, так что, посмотри. Добренькая. Как, хорошо живет? Добренькая. Ранки зашли. Все. Наша девочка прошла это жизненное испытание, намучилась сполна и, конечно же, она заслуживает быть просто любимой. Благодаря нам, вам и врачам нашей клиники наша девочка здоровая и любима. Сейчас она уже ходит сама. Без слез невозможно смотреть эту историю. Но как же хочется разреветься от счастья, когда такие истории вот с таким вот замечательным концом?